Девчонки, всем привет-привет-привет! Всем привет! Сегодня мы с Ваней покажем, как выглядеть лучше, чем на аватарке. Ты нафталин моих мехов, конъюнктивит моих осей. Ты станешь моей подругой из жизни? Я расстаюсь с тобой. Что? На аватарке ты куда красивее, чем в реале. Чтобы у вас не получилась такая же ситуация, как с Сидом из фильма «Ледниковый период». Столкновение неизбежно. Который, кстати, выйдет 14 июля во всех кинотеатрах страны. Следуйте нашим инструкциям. Поехали! Ну все, за дело! Первое, что вам понадобится, это я. Да, без тебя вообще никак. Как я счастлива! А как меня тошнит! Самое главное сделать аватарку похуже. Чем хуже аватарка, тем мы хуже уже не сделаем. Так, с чего нужно начать? С тональной основы, наверное, какой-то. Ну да. Вот тебе тональник, вот тебе кисточка. Как зубная паста. Нет, наноси. Опрокидывай, чтобы оно не растеклось. Там же капельки надо? Да. А чем как дихлофос? Пшикает. Просто этот тональный крем заканчивается. А, что он такой сильный? Делаем тебе бойцовский раскрас. Стой, да не улыбайся! Хорош! Нельзя улыбаться, когда макияж делают. Это серьезное занятие. Ай, нужно же вот так вот накрасить, а не вот так. Ага, точно. Он уже впитался, не хочет размазать. Да тихо, нормально все. У меня все под контролем. У меня еще будет четкая шея. А то обычно все красят так, что потом видно. Все отвечает. Вообще же знаниями. А, а то. Так, ладно. Этот шпатель можно убрать. Шпатель. Так, следующее. Нужно нанести немножко пудры. На всякий случай скажу, что я знал, что нужно пудру нанести. Катя мне не подсказывала. Ну как, она мне сказала, но я и так знал. Как в рекламах. Они так наносят, я видел. Пудра же такая на щеке? Не, пудра на все лицо. Ай, румяна. Ладно, подожди. Пудра наносится на все лицо. А зачем мы тоналку наносили, если потом пудру все замазали? Ну, судя по всему, это нормально у меня похоже. Нет. Ну, как бы... Это хайлайтер? Нет. Подожди, что это? Бронзер какой-то? О, это скульптури... Скульптури... Короче, делать форму лица. Да, да, давай. Форму лица делается что? Все очень просто. Делаем лицо вот такое. Вот так вот. Подожди, подожди. Надо вот так. Все? Нет, надо еще нос. А нос? Давай. О, боже, да? О, боже. Хорошо, растушевать. Если что-то не получается, тушую. Растушевываю. Ты же моя красотка, с тобой хоть на край света. С тобой хоть на край света и назад. Зад. Куда наносим румяна? Румяна наносим на румяна. Я... Эта часть не румяна называется? Сликли. Ну вот это не румяна? Да, это щеки. А, я думал им название дали румяна. Типа румяна на румяна. Я не вижу красоты. Давай помадой. Я же помадой делаю. Не, не надо. Сейчас я знаю, в моде очень жирный, толстый брови. Сейчас Ваня нарисует. Не знаю, как в моде, но почему-то все с такими ходят. А расчесать? А потом? Ну хорошо. Ладно, давай расчесывай. Что там расчесывать-то? Как будто там прическа. Сначала рисуем контур, потом его закрашиваем. Рисуем контур. Это не контур, это брови. Контур бровей. Ага. Блин, у меня он кривой. А что такое карандаш с фигурой? Подожди, я смотрю. Подожди, подожди. Это только начало. Это только начало. Я еще весь... Подожди, подожди. Хорошо, что есть магия пальца. Что у меня с меня сделает красотку? Я загадаю тебе красотку! И так сойдет, да? Давай следующую рисуй. У меня уже практика. Я понял, нужно рисовать по волосам. А я рисовал против. Блин. Что за бойцовский макияж? Это точно отпугивать. А ну я в принципе парень мне. Сейчас надо расчесать. Да. Хотя это вообще бестолковое занятие. Никогда не понимал, зачем брови расчесывать. Знаешь, полосиночки ложились в ту сторону, в которую ты хочешь. Да они так и лежат. Пора сделать макияж глаз. Вот тебе тени. Так, ты какой себе хочешь макияж? На твой вкус. Хотя это нужно было раньше спрашивать. На твой вкус. Я делаю нюдовый. Нюдовый? Да. Видите, прям незаметный макияж. Особенно в бровях. Тени сейчас. Да, тени. А я хочу стрелки. Уже хочешь стрелки? А потом? Ну ладно. Какие же интересно Ваня выберет цвета для нюдового макияжа? Используем мужскую логику, те, которые больше всего использованы. Берем вот этот, он светленький. Куда ты будешь его наносить? Я его буду наносить на зону под брови. Молодец, Рай. А где это? Я понимаю, но она большая, эта зона. Это вот так. О, боже. Чтобы все бы красиво макияж напомнили. Не видно, надо, чтобы было видно макияж. На смысле, хоть он у нас и нюдовый. Вот он снова видно. Нюдовый же так называется? Да, да, правильно. Если мы взяли самый светлый под бровь, чтобы сделать брови более выразительными, берем потемнее, чтобы сделать глаза теперь более выразительными. Ну давай. Да, мне так кажется. Они тоже плестящие, кстати. Теперь самое главное закрыть глаза и молю. Если бы я это каждый день делал бы себе, допустим, я бы уже с ума сошел. Все-таки намного проще парнем быть. Нужно так сильно заморачивать. Умылся, не поленился и все прекрасно. Так, все. С светлым оттенком закончили. На тебе пушистую кисточку. Теперь нужно темненький оттенок. Немножко темный добавить в складку. А, в складку? Баня мне нарисует складки. Я все закрасил, все, что за этого рисовал. Ладно, рисовал. Я тут молю. Теперь будем делать стрелки. Ну давай. Вот что-что, я никогда не обращал нюни, как стрелки эти выглядят. В смысле? Да ладно, ну я же всегда со стрелками. Ну а как они выглядят, если подрихтую? Нормально, не плачь. Я не плачу, так как я еще не вижу. Так, теперь поворачивай лицо. Вторую будешь рисовать? А что, не надо? Надо, надо. Жесть, левая, правая сторона получилась неудачная. А, не, не, подожди. Еще неча тогда? Ой, оно размазалось. Чего оно тянется? Ну стоять. Вы обратите внимание, как он держит мою голову. Как ей можно тоненько нарисовать? Объясни мне. Оно же как маркер какой-то. Помадой, кстати, это очень легко нарисовать. Открою сильнее. Ты так старался. Когда губы сильно нарисуешься, они потом такие жестякие получаются. Жестякие. Чувствовать, всего, выпускать пора. Так. Нижнюю губу отвисни ее. Ну, сбрось ее. Не, не натягивай, она должна быть мягкой. Сделай нежно, так и будет. Покажи в камеру, как нужно делать. Так, можешь? Нет, ну ладно. Да я губы прекрасно, но хорошо. Хорошо накрасил губы? Да. Молодец. Та-дам! Ты неплохо справился. Дай пить тюни у меня. Ну, слушай, с таким макияжем, теперь мне точно не грозит ситуация, как с сидом из ледникового периода. Это точно. У меня, кстати, такие были зелененькие штуки на глазах. Ага, конъюнктивит. Конъюнктивит. Да, конъюнктивит в моих очей. Конъюнктивит в моих очей. Кстати, в Испании мультик выходит намного позже, чем в России. Это, кстати, мне не очень нравится. Но вы уже по блогам знаете, что у нас все фильмы намного позже выходят. Поэтому круто. Вам крупно повезло то, что вы можете посмотреть ледниковый период. Кстати, он выходит 14 июля, так что обязательно идите в кинотеатр. Мы вообще с вами из детства любим этот мультик. И сейчас выходит новая серия. Столкновение неизбежно. Да, так что мы обязательно пойдем в кинотеатр, посмотрим его на испанском языке и тоже вам советую. Мультик очень прикольный, веселый. О, прикольно! Завязывайте! Один из тех мультфильмов, на котором не скучно. То есть ты всегда сидишь и там... Постоянно. Я могу до сих пор пересматривать серии. Будет постоянно смешно и круто. Оттуда. Всем огромное спасибо, ребята и девчонки, парни, что были сегодня с нами. Надеюсь, вам было весело. Надеюсь, мы сделали сегодняшний ваш день. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока! Ты хотел как на Sweet Home? Адьес сказать? Нам нужно не на Sweet Home. Ну ладно. Ладно, все. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Погнал здесь! Муах! 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 Муах!